Беги от мужчины, если замечаешь в нем вот эти признаки. Мы сегодня поговорим о тех вещах, которые, знаете, вначале так притягивают женщину в отношениях с мужчиной, но потом оказывается, что эти же вещи ее и губят. Это как, знаете, вот в природе, вот все отравленные там какие-то растения, насекомые, они такие яркие. И они как будто бы привлекают внимание, но знающее животное, которое когда-то там лизнуло отравленный грипп, уже знает, что вот это вот красное полосатое какое-то, ярко-желтое, к нему лучше не подходить. Поэтому сегодня мы с вами разберемся с теми вещами, которые в поведении мужчин в самом начале могут притягивать. В общем-то они как бы фокусируют на себе внимание, но на самом деле эти вещи потом могут вас погубить. Если вы это видите, надо из этих отношений валить сразу. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт. И сегодня мы с вами говорим о таких важных вещах, которые должна знать каждая женщина в поведении мужчины, которые, в общем-то, нужно их опасаться. И я вам так рекомендую. Если вам кажется, что тема видео интересная, поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Можете поделиться этим видео в соцсетях своих, чтобы ваши друзья тоже это знали. Ну и начинаем. Первая вещь, на которую стоит обратить внимание, это если мужчина вас сравнивает со своей какой-то бывшей или с какими-то женщинами в целом. И он причем это так сравнивает, что они все были вообще ни о чем, а ты вот такая классная. Это может притягивать, это, знаете, вообще-то как-то подкупает. Вот вы встречаете мужчину, он вам как-то понравился. И что он вам говорит? Он вам говорит, что вы особенная, вы такая вот уникальная. И более того, вы конкретно лучше, чем все те женщины, которые были у него раньше. То есть он вас с ними сравнивает, и причем сравнивает, ну как бы в таком выигрышном свете. Если у вас вообще не проработана тема конкуренции, и вы постоянно себя сами сравниваете с кем-то, то такие вещи вам, так сказать, лягут на подготовленную почву. Вы будете на это подкупаться, но при этом нужно понимать, что если мужчина начинает вас сходу сравнивать со своей какой-то бывшей, он здесь закручивает такие, знаете, вот бульончик из триадных отношений. То есть есть он, есть вы, и есть вот та вот бывшая, с которой он, поскольку раз он о ней говорит с вами, скорее всего, не до конца вышел из отношений. Соответственно, это означает, что мужчина, в принципе, склонен к такому регрессу, к уходу вот в эти триадные отношения. Немножко поясню. Когда ребенок вот только родился, и когда он начинает строить отношения с родителями, весь его мир это только родители, он еще не вышел вот в такой широкий мир. Он строит триадные отношения. Это он, мама и папа. То есть он не может решать вопросы, скажем, с мамой, не учитывая там папу. Так невозможно. И он начинает выстраивать такие отношения, где он начинает потихонечку по-детски учиться манипулировать и как-то вот учитывать мнение одного родителя, чтобы другой родитель как-то там на другого родителя как-то воздействовал. Потом там включаются бабушки и так далее. Когда мы взрослые, мы строим диадные отношения. Это отношения есть я, есть другой человек. Если даже нас трое где-то, то у меня отдельное отношение с одним человеком, отдельное отношение с другим человеком. Я знаю, что у них есть тоже свои отношения диадные, в которые я не вмешиваюсь. Это вот позиция взрослого человека. Если мужчина сходу, начиная с вами строить отношения, строит не диадные взрослые отношения, где есть он, есть вы, и вы вдвоем должны договориться. А триадные отношения, где есть он, есть вы, ну и вот он начинает сначала говорить о своих каких-то бывших. То будьте уверены, что чуть позже в эти триадные отношения он будет включать кого-нибудь там, не знаю, своих мнений своих друзей, своих там, скажем, маму свою там или какую-то сестру, каких-то там, я не знаю, психотерапевта, кого угодно. То есть он будет постоянно находиться с вами в отношениях, где есть он, вы и кто-то третий еще, кто, так сказать, держит свечку. Поэтому из этих отношений нужно сразу, так сказать, уползать. Женщины ценят мужчин, которые, так сказать, отвечают за свои слова, которые проявляют определенную твердость. Но часто эта твердость как-то путается с жесткостью. То есть, предположим, если у женщины было в опыте много таких мягких, вялых мужчин, которые были нерешительные, постоянно ничего не могли принять какие-то решения, что-то сделать, то вот если она видит мужчину, который проявляет какую-то такую брутальность, в каком-то степени грубость, и вот он какой-то такой, как сказал, так я буду делать, какую-то упертость, ей кажется, что вот этот человек такой деятельный, я могу как-то вот рядом с ним опереться, чувствовать себя защищенно, чувствовать себя в какой-то уверенности. Но надо понимать, что перегиб вот этих всех качеств приводит к тому, что он потом будет контролировать вас, и по сути вы попадете в абьюзивные отношения. То есть очень важно, если в самом начале вас как-то притягивает мужчина, который, знаете, такой брутальный мачо, который, как я сказал, так и будет, и что там молчит женщина, пока мужчина мясо ест, вот такие все вещи, это может подкупать только если опять же у вас есть какой-то травматичный опыт нахождения с какими-то такими невнятными мужчинами, или если у вас есть, скажем, опыт того, что в вашей прасемье ваш отец был какой-то слишком такой нерешительный, мама им потакала, вы всегда хотели какое-то что-то себе другое, какой-то контрсценарий, то есть я не хочу жить так, как мама и папа, я хочу, чтобы в моей семье был такой мужчина, как вот из сказок такой, принц с длинным-длинным сверкающим мечом, понимаете. И вот женщина находит какого-то такого сурового чувака, думает, что он будет как бы отвечать за свои слова, там вот будет такой какой-то надежный, а он оказывается мало то, что надежный, еще и такой сумасброд, жесткий, брутальный, и вообще начинает его потом контролировать, и пытаться полностью доминировать, так сказать, к ногтю. Очень важно в самом начале отношений обратить на такую вещь, как такая самобытность мужчины, нет ли в этом каких-то психологических защит, не вполне здоровых, то есть есть такая ситуация, когда человек говорит, что принимай меня таким, какой я есть. С одной стороны, это может выглядеть как то, что человек знает, чего хочет, человек такой какой-то независимый, ему неважно мнение окружающих, он может взять себе позволить нарушать какие-то границы, нарушать какие-то правила. Предположим, вы пошли в кинотеатр, он там берет, достает сигарету, начинает курить, вы говорите, что ты творишь, сейчас нас выгонят, он говорит, ничего страшного, пусть типа это будет наш маленький секрет, то есть вы думаете, ох, ничего себе, маленькое приключение, но дело в том, что если человек нарушает границы какие-то маленькие, по чуть-чуть, он потом может и с вами эти границы нарушать. Дело в том, что если нельзя, но очень хочется, то нельзя, в этом смысл слова нельзя, но есть люди, которые считают, что если нельзя, но очень хочется, то значит чуть-чуть можно, и это означает, что человек не понимает, слово стоп не понимает, когда хватит, человек не выставляет себе границы. Может быть так оказаться, что вы как бы повстречались с каким-то мужчиной, он такой вот интересный, немножко авантюрный, такой, знаете, рисковый, а потом вам с этим нужно как бы жить, вы находитесь в отношениях с человеком, который превращает вашу жизнь и эти отношения в сплошную такую рискованную авантюру. Подумайте, насколько вам это нужно. Бывает так, что женщина встречает мужчину, который такой просто вот красавец, просто такой вот молодец, и все бы хорошо, но только он всех окружающих обесценивает. То есть вот женщина встречает мужчину, он какой-то статусный, предположим, случилась такая симпатия, что-то вот кликнуло, женщина что-то тянет к нему. Она им интересуется, он интересуется ей, у них все хорошо, но вот она замечает, что он вроде бы как немножко там про каких-то своих друзей говорит, может в глаза над кем-то подшутить, скажем, подколол какого-то официанта, парковщика еще где-то. Ну и вроде все это такое в форме шутки и какое-то такое обесценивание окружающих, но ничего страшного. Потом с другой стороны, ну вот он такой классный, может себе так позволить, так себя независимо и свободно вести. Вроде бы все хорошо, но нужно понимать, что человек, у которого есть такой вот стандарт, как обесценивание окружающих, как способ какого-то повышения самоценности, как способ повышения какой-то самоуверенности, это все может привести к тому, что когда-нибудь вы сами столкнетесь с этим механизмом. То есть пока вы, знаете, в конкретно букетном периоде где-то там встречаетесь, он себя немножко сдерживает в плане своего такой токсичного вот этого вот обесценивания по отношению к вам, ну потому что ну как бы пока сближаетесь, друг друга не знаете, и только вот она, так сказать, окружающих это все проверяет. Когда вы будете вместе, когда вы станете ближе, ну просто больше времени придет, и не будет вокруг никого, то он будет обесценивать вас. Вы будете тот человек, которого он, грубо говоря, вытирает ноги для того, чтобы как-то почувствовать свою какую-то самоценность. Ну и очень важно обратить внимание на то, собственно, что мужчина делает сейчас в жизни, чего он, так сказать, достиг. Потому что бывают такие ситуации, что, скажем, мужчина вроде бы как социально обеспечен, у него есть какая-то работа, он в принципе вас как-то повел в какое-то такое нормальное место, но когда вы его спрашиваете о том, чем ты занимаешься, он с таким кислым, грустным, горьким лицом начинает говорить о том, что да вот у меня моя работа, я сегодня никак не могу уволиться, а работаю там уже лет 10, а я все это время думаю, как поменять работу, не могу ничего придумать, а меня туда когда-то устроили там как-то или по блату, или какие-то там, или родители, или еще, то есть я не сам туда устроился. Соответственно, я, в общем-то, как бы, скорее всего, никуда не денусь. То есть вам надо понимать, что в таких отношениях, скорее всего, этот мужчина будет находиться всегда на таком ровной какой-то позиции, постоянно будет неудовлетворен своей позицией в жизни, и вот как он не может поменять работу, что является важной частью каждого человека, так он будет относиться и к вашим отношениям. Или вы можете столкнуться с мужчиной, который, предположим, сейчас на мели, но он какой-то такой, знаете, у него куча проектов, он рассказывает там, показывает вам фотки, как вот он недавно там еще был где-то, не знаю, путешествия куда-нибудь там в Африку или в Азию, где-то он там, какие-то у него были творческие экспедиции, он какой-то музыкант там или еще что-то, а сейчас вот он уволился с одной работы, готовит новый стартап, и он такой, в принципе, интересный, вы понимаете, что это человек такой авантюрный, вот, который постоянно что-то вот меняет в своей жизни. Опять же, вы тогда можете просто проанализировать. Рядом с таким человеком я всегда буду, скучно не будет, но и как бы и спокойно тоже не будет, то есть вот готова ли я к этому. То есть вам очень важно посмотреть на достижение мужчины на данный этап его жизни в контексте того, ну вот как бы если длинник такой прорисовать, как он к этому пришел и куда это, скорее всего, будет развиваться. И теперь домашнее задание. Напишите в комментариях, а какие мужские качества обжигались вы, когда ты вначале вот мужчину встречаешь, это что-то тебя вроде как притягивает, а потом ты думаешь, лучше бы этого в моей жизни не происходило, вот больше такого в моей жизни точно не будет. Я вам буду очень благодарен за эти примеры, потому что, как я всегда говорю, дело в том, что в моих комментариях, как правило, умные люди пишут умные комментарии, потом другие люди могут это читать. И я вам благодарен за то, что вы комментариями своими дополняете мои видео. И в принципе вот у меня на канале такое сформировалось определенное комьюнити людей, которые обсуждают темы, имея примерно общие такие взгляды на тему отношений, на тему того, как люди должны друг к другу относиться. На этом все. Если вам это видео понравилось, поставьте лайк. Я вам буду очень благодарен. Можете этим видео поделиться в своих соцсетях. Подпишитесь на мой канал, если вы вдруг еще не подписались. Берегите себя и своих близких. И до встречи в следующих выпусках.